Цейцинская оборонительная линия Это памятник фортификации, который был построен в 1718-1720 годах В месте стратегически транспортно важном, где Волга и Дон максимально сближаются друг с другом Это место в 17-18 веке называлось Волгодонская переволока Переволока – это территория, где находится несколько волоков А Волоки – это места, где посоху переносили корабли, которые следовали по одной реке в другую реку Эта территория очень активно была освоена казаками Поскольку именно здесь казаки донские, отправляясь в походы за Азипунами в Каспийское море Проходили, перетаскивали свои суда, отправляясь сначала по Волге в Каспий Затем обратно на Дон Идея у русского правительства обезопасить эту территорию, построив здесь фортификационное линейное сооружение, возникла еще раньше Есть единичное упоминание в документах, что в 1682 году сыном боярским города Царицыно Иваном Ивановичем Бакуниным Который был далеким предком, прапрадедом известного анархиста Михаила Бакунина Был составлен проект так называемой «валовые черты» между Волгой и Доном Сохранились документы, в которых описывается, как донские казаки пытались расквитаться с ним за то, что он это сделал Поскольку такое сооружение фортификационное именно в этом месте очень сильно осложнило бы жизнь донским казакам Затем к этой идее возвращаются во второй половине 1690-х годов, когда в результате азовских походов была присоединена к российскому государству И стала активно осваиваться территория при Азове В это время, в 1697 и до 1701-1702 года строится Волгодонской канал примерно в этом месте Немного севернее той территории, где пролегла впоследствии Царицинская оборонительная линия Впоследствии проект канала и проект Царицинской оборонительной линии в политике Петра I в южном направлении были тесно связаны Необходимость строительства Царицинской оборонительной линии именно в это время, во второй половине 1710-х годов Была вызвана несколькими причинами Во-первых, Петр I активно проводил политику о государствении казачества Пытался бороться с вольностями донских казаков, которыми они обладали После восстания Кондратья Булавина были разрушены многие городки донских казаков Срыты их укрепления и таким образом обнажился, стал более беззащитным перед набегами кубанцев, крымцев Южный рубеж российского государства В 1710-х годах, после прудской катастрофы, когда Россия была вынуждена покинуть, оставить Азов И те сооружения, которые там строились на Азовском море Совершаются несколько разорительных набегов кубанских татар и крымцев на южные окраины российского государства Они были очень разорительны, страдали территорией Нижнего Поволжья, земли донских казаков Поэтому в 1718 году направляется в Царицын генерал Кропотов с несколькими драгунскими полками Которые при помощи донских и волжских казаков должны были построить оборонительную линию Она строится на протяжении трех лет, до 1720 года В конечном счете Царицынская оборонительная линия представляла собой линейное сооружение Которое протянулось от Волги, это была Царицынская крепость, до Панчина, казачьего городка, на Дону Вдоль этой линии располагались четыре земляные крепости Царицынская линия представляла собой земляной вал высотой до 50 метров И ров глубиной до 5 метров также, и более 30 ряданов Это такие треугольные выступы, порядка 50 метров в глубину в сторону противника При строительстве укреплений Царицынской оборонительной линии были допущены серьезные технические просчеты Не проводилось инженерное обследование предварительной местности Поэтому спустя 2-3 года после строительства укреплений они стали оплывать Как впоследствии упоминалось в записках инженеров, которые ее посещали и обследовали Главный просчет, который был сделан, не производилось укрепление земляного вала дерном Обязательно для того, чтобы земляные укрепления сохраняли свою форму, не расплывались Необходимо было срезать во влажных местах в пойменных дерн пластами Привозить его и укладывать на поверхность земляного вала и рва Укрепления Царицынской оборонительной линии строились в жару, в самые жаркие летние месяцы Поэтому дерн привозился и еще в пути высыхал Поэтому никакого эффекта выкладка сухой травы на поверхность земляного вала не имела В записках и Петра I, и всех военачальников, которые посещали Царицынское оборонительное явление в 1720-х годах Отмечается, что она находится в очень плохом состоянии Именно поэтому в начале 30-х годов XVIII века начинают активно разрабатываться, обсуждаться проекты Ее восстановление и переустройство Царицынская оборонительная линия просуществовала как фортификационное действующее сооружение до 1770-х годов Сразу же после ее строительства, спустя три года, Россия предпринимает персидский поход И был создан так называемый низовой корпус Корпус, стоявший из нескольких полков Российской императорской армии Которые контролировали, пытались удержать, установить контроль над Прикаспийским регионом В годы существования низового корпуса Царицынская оборонительная линия выполняла функции такого ближнего тыла Геополитическая обстановка на южных границах России, в Северном Причерноморье, в Приазовье Изменяется после присоединения Крыма и успешной русско-турецкой войны 68-74 года В 80-х годах строится на Кавказе Моздокская оборонительная линия И начинается еще в 1770-х годах переселение казаков Волжского казачьего войска на Кавказ Существует такой историографический миф, что в 1774 году казаки Волжского казачьего войска Подержали восстание Емельяна Пугачева, поэтому в наказание Волжское казачье войско было упразднено А его казаков отправили осваивать Кавказ Как показывают исследования историков, которые проводятся на основе документов Поле обширной источниковой базы, показывают, что переселение казаков началось еще раньше До восстания Пугачева, поэтому и продолжалось позже Поэтому напрямую никак упразднение Волжского казачьего войска и восстание Емельяна Пугачева связаны не были Но так или иначе, действительно, в 1774 году Царицын был одним из немногих населенных пунктов на Волге Который не был взят повстанцами На наш взгляд, одной из причин этого было как раз хорошее состояние с точки зрения фортификации С точки зрения обороноспособности Царицынской оборонительной линии Укрепление самого города Царицыно, Царицынской крепости Документов об упразднении Царицынской оборонительной линии нам пока найти не удалось Хотя есть документы об упразднении других крепостей, которые существовали в Нижнем Поволжье Черноярской крепости, Янотаевской крепости Там описывается, как это происходило Производилась опись имущества, вооружение крепостей Затем коменданты их передавали в другие места Все, что имело ценность, какие-то деревянные укрепления Все вывозилось и оставалась, собственно, земляная часть укреплений Которая существовала впоследствии Укрепления Царицынской оборонительной линии практически без изменений Сохранились до второй половины XX века И на наш взгляд это было неспроста Видимо, на протяжении XIX века все-таки за ними следили Их поддерживали и разрушать активно в процессе хозяйственной деятельности их не давали В XVIII веке Царицынская оборонительная линия сыграла очень большую роль В установлении военно-политического контроля, усилении влияния России на южных границах Это было первое подобное линейное фортификационное сооружение Которое расположилось в зоне степи и даже отчасти в полупустыне Благодаря строительству Царицынской оборонительной линии Прекратились разорительные набеги кубанцев и крымцев на южной окраине российского государства И началось дальнейшее постепенное продвижение России на юг В сторону Северного Подчерноморья, на Кубань Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова